Умирают для задировки Малдейлина, но только не в поселке, а в его рекламированном реабилитационном центре. Это на самом деле вопрос очень такой коварный, потому что невозможно на данный момент времени отследить количество людей привезенных живых, количество увезенных мертвых и вообще любое количество когда-либо побывавших и как-либо оттуда выбывших людей. Эта информация закрыта, и я думаю, что никто ее даже в прокуратуру не узнает. Истинное количество людей, которые там вращаются. Умирали ли люди в реабилитационном центре, вы не знаете? Ну я не знаю, что умирали или нет, это не могу сказать. А вот то, что один человек погиб в автобиарной катастрофе, скажем так, Володя, который жил рядом с ними. Есть ли у вас какие-то факты или информация о том, что умирали ли люди в реабилитационном центре «Новая жизнь» за годы его существования вообще? Были там смертельные исходы от наркотиков? Насколько мне известно, да я знаю это точно, люди в реабилитационном центре наркотиков уже не употребляют. Другой вопрос, что после того, как люди, если убегали или уходили, или может быть даже их отчислили из центра за нарушение правил каких-нибудь, возможно их постигла эта участь. Точных данных тоже у меня нет, хотя, насколько мне известно, нет. По крайней мере на территории реабилитационного центра у меня нет таких данных. Редактор субтитров А.Семкин